В 2023 году в Хабаровский край по программе повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках нацпроекта «Демография» приехали 245 квалифицированных специалистов из 52 субъектов страны. В 2024 году мы планируем привлечь по программе не менее 145 квалифицированных специалистов на 35 предприятий – гидрометаллургию, судостроение, нефтепереработку, добычу полезных ископаемых, гражданскую авиацию, строительство железных и автомобильных дорог, производство лекарственных препаратов, сообщил первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения правительства края Григорий Солодянкин. Как уточнили в Комитете, на реализацию программы в текущем году предусмотрено 145 миллионов рублей, из них 116 миллионов рублей, средства федерального бюджета – 29 миллионов рублей из краевого. Так, компания «Спорос» по программе повышения мобильности трудовых ресурсов с 2021 года смогла привлечь 8 специалистов из других регионов – это руководители, агрономы, трактористы. «В августе 2022 года мне предложили возглавить проект по селекционно-семеноведческой базе. Я переехал из Белгородской области и уже два года живу в Хабаровском крае. Здесь построен уникальный завод на Дальнем Востоке, производительностью 18 тысяч тонн семенного материала. В этом году наша компания отправила порядка 700 тонн в различные аграрные предприятия нашей страны», – рассказал исполнительный директор ООО «Спорос» Олег Ведищев. В программе также участвуют Амурский судостроительный завод, Правоумийское, Амурский гидрометаллургический комбинат, Хабаровские авиалинии, Дальхимфарм, ННК Хабаровский НПЗ. Жители из Приморского края, Ростовской области и Еврейской автономной области трудятся руководителями, инженерами, геологами, шахтерами, кораблестроителями, авиатехниками и другими. Всего с 2015 года по программе «В край» привлечено из 68 регионов страны 1300 квалифицированных специалистов на 65 предприятий. Напомним, в Хабаровском крае также реализуются госпрограммы субсидирования найма работников. При трудоустройстве работодатель сможет получить субсидию от государства на компенсацию затрат на выплату заработной платы сотрудникам, принятым через службу занятости. А благодаря нацпроекту «Демография» жители региона могут бесплатно переобучиться для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения Хабаровского края.